друзья мои дорогие всем добрый день на моем канале уже был эфир ваши победы над нарциссами здесь в этом видео уже по традиции выжимка самая основная информация самая суть когда мы говорим победить нарцисса или нарцисс q конечно же здесь главный акцент не в том что вы такие отомстили что вы ушли в позицию агрессора в позицию мстителя преследователя а в том что вы прежде всего победили сами себя что вы что-то такое для себя важное поняли что вы выстроили свою жизнь таким образом что вам искренне все равно на этого человека что вы каким-то образом уже видите создали сформировали свое счастье без привязки к вот этому персонажу многие из вас в ходе таких отношений действительно проходят ну или после этих отношений проходят через настоящую трансформацию становятся другими совсем другие смыслы обретают совсем другие приоритеты у них появляются и до жизнь меняется через боль через разрушение преодоление но вы становитесь другими поэтому главная победа над такими персонажами это искренне снизить значимость их в вашей жизни когда вы счастливы вам нормально вам хорошо но здесь в этом видео про гола поговорим с вами про ситуации когда действительно нарциссы чувствуют себя ущемленными нарциссы чувствуют что их задели и они в каком-то знаете таком даже может быть в безвыходном положении они в растерянности они чувствуют что уже все идет не потому сценарию который они заложили кого они недооценивают вот если мы говорим про бывших какие такие бывшие как раз вот потом и являются некими победителями но если этом эту это определение можно использовать то есть на кого нарциссы не особо то думают кого считают так сказать побежденными и покоренными тех кого они утилизировали первыми но они не забывают о том что человек может восстановиться может что-то осознать и начать совсем жить а по другому плюс нарциссы они нередко очень шаблонным мыслят они думают что если у них там в предыдущих в пяти в 15 отношениях плюс-минус было то же самое здесь от человека они ждут такой же реакция человек выбирает совершенно другую траекторию кого они еще недооценивают тех кто много раз их принимал назад то есть типа а ты мне 10 шансов дал ты мне и 11 шанс дашь а на 11 шанс вы вдруг начинаете сопротивляться вы вдруг начинаете выбирать себя а кого они еще недооценивают но когда они вот выходят из отношений расстаются они видят как человек подавлен может быть человек в депрессии то есть им кажется что этот человек будет по ним просто пожизненно страдать недооценивают они тех с кем сохранили хоть какой-то контакт пригребли их куда-то там в гарем во френд-зону ну или как минимум им кажется что они пригребли то есть типа они думают что у них человек в зоне контроля а недооценивают они и тех чье окружение обработали они же думают что а вот все я очаровал я соблазнил там какое-то бывшее ваше окружение или предмет на окружении вот этого вот бывшего партнер или партнерши ну все все будут прям вот за мной бегать мне что-то такое давать создавать и прочее прочее а люди тоже могут что-то осознать что-то свое понять то есть к сожалению да может быть и не к сожалению нарцисса заигрываются вот в этой своей грандиозности нарциссом тяжело контролировать а всю вот эту свою гарем ную историю поэтому они конечно же где-то выпадают из сценария им кажется что а вот здесь все здесь будет вот так вот здесь вот так а на самом деле а как раз их бывшие нередко им сюрприз ты преподносит есть те кто преподносят прям знаете осознанно то есть человек мстит человек решил что разоблачит ну имеет право если хочет а многие бывшие особо ты не думая нарциссах им вот такие вот неприятные сюрпризы преподносит и так какие они победы над нарциссами ваши победы над нарциссами ну первое когда вы искренне снижаете их значимость в своей жизни в своем сознании в своем сердце вы смеетесь над ними вы понимаете насколько они слабые тем более если у вас нет с ними там например еще и сохранится какой-то деловой контакт или какие-то общие знакомые то есть до них через какое-то время доходит что вы их всерьез не принимаете то есть для них это очень больно нарцисс себя чувствует мертвым и не нужно другой тип мести это когда вы их открыто разоблачаете я на своей практике видела немало примеров когда человек не просто где-то даже знаете как в пылу ссоры а ты нарцисс ты нарцисска ты такой сикой нет когда человек выжидал подходящий момент когда человек осознанно аргументированно с подборкой каких-то фактов свидетельств излагал вот суть вот этой вот личности кому-то из окружения кому-то из делового окружения кому-то из дружеского окружения и действительно это имело эффект люди прислушивались люди отворачивались от нарцисс или задавали неудобные вопросы то есть такое знаете а сознательное очень разумное разоблачение знаете имя имеет право человек если считает нужно так сделать мы сейчас не говорим про ситуации когда кто-то там закон нарушает границы приходит нет но нарцисс уже считают что им там можно например клевету какую-то лить на своих бывших как-то там не знаю обвинять привирать но здесь человек даже особо ты не привирал просто собрал аргументы и донес кому считал нужным есть другой тип побед ну то есть это уже ситуация с конкретной местью когда прям новым пассиям сливается полностью информация в самый неподходящий момент или когда там на какой-то работе в каком-то бизнес сотрудничестве прям тоже вот человеку доносятся конкретные факты про вот этого нарцисса или нарцисску что еще люди делают когда используют саботаж то есть соглашаются обещают нарцисс что-то там сделать а потом в последний момент сливаются говорит говорят а я ничего не знала и вообще наверное видимо не так понял то есть по сути действует нарцисси ими же методами ну конечно другой тип мести просто самый волшебный самый лучший всем его пожелаю когда у вас реально жизнь стала лучше без этих отношений вы вы цветете у вас все прекрасно у вас результаты по всем фронтам естественно до нарциссы информация доходят нарцисс недоумевает злиться а и прочее еще что люди делают кстати нередко невольно это делают даже не был такой цели но все же они воплощают мечту нарцисса не только нарциссы мстят вот таким образом что а я вот нашу с тобой общую мечту лет твои желание с новым партнером или партнерш его буду воплощать так получается что вы невольно мечту нарцисс можете воплотить но вот так сложилось вот заработали вы такую сумму поехали вы в такое место там еще что-то у вас такое произошло вот да и конечно же нарцисс считает что это вы на самом деле так изощренном стиле при этом они вас еще больше начинают побаиваться потому что вы для них ну такой персонаж непонятный сложный а еще а как вы побеждаете их когда вы не реагируете на их пинги на их выпады они изворачиваются они кого только туда не 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 зашивают не скажем так приклеивают в эти пинги вы просто не реагируете вам все равно так бывает еще что окружение которое нарциссы обработали она потом приходит на вашу сторону люди проанализировали люди посмотрели люди собрали факты и они искренне идут на вашу сторону это могут быть даже кто-то кто раньше прям конкретно был в свите нарцисса и конечно нарцисс недоумевает нарцисс чувствует себя очень слабо главная ваша победа это когда вы тоже начинаете жизнь сначала и у вас все хорошо причем вы идете по своим принципам на основе какой на основе своих принципов по своей какой-то траектории нарциссы смотрят и не понимают как так у них в голове не укладывается что вот живя не по их принципам тогда обмани как-то подстроить еще что-то по каким-то адекватным человеческим принципам можно чего-то добиться можно быть счастливым так что наслаждайтесь своими победами и помните что главные победы которые вы совершаете они для вас они ваш собственный не с целью кому-то там отомстить кого-то по носу щелкнуть а с целью действительно сделать свою жизнь еще более счастливой друзья дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч